Всем привет, вы на канале Crypto Commons и, ребята, информация, которую я поделюсь с вами в этом видео, просто, на мой взгляд, очень ценная. То, что я понял, это свернуло мне крышу, и я хочу вам об этом рассказать. Грубо говоря, я вам сейчас дам инсайт, и эта информация может стать просто жизнеизменяющей для многих людей. Но, естественно, вы должны понимать, что инвестиции, в принципе, инвестиции в любую криптовалюту, да и вообще в любой сектор, это риск. Поэтому вы принимаете на себя риск потерять как максимум 100% своих средств, но при этом с потенциалом заработать 1000%. Поэтому, если вам нравится такое соотношение риск-награда и, в принципе, нравится криптоконтент, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и поехали к делу. Итак, если вы давно меня смотрите, то вы, наверное, знаете, что я часто рассматриваю криптовалюту Dash, и это вообще одна из моих любимых криптовалют. По разному ряду причин я не буду повторяться. Посмотрите мой обзор по этой криптовалюте, которую я делал год назад. Там именно про ее технические, фундаментальные аспекты, что это достаточно дефицитная монета с рабочим блокчейном, работает очень давно и так далее. Все это я там объяснил, можете посмотреть. Сейчас мы будем смотреть чисто технически на график. Перед нами логарифмический график Dash Bitcoin за всю свою историю существования с 2014 года по наши дни. И я нашел здесь кое-что очень примечательное. Но перед тем, как я вам объясню, давайте посмотрим локальную картину дня, что мы видим сейчас. Мы видим, что Dash попер наверх к доллару очень-очень так неплохо. С локального дна в 77 долларов он уже вырос на 52% за месяц. Но это на самом деле не что для крипторынка. Некоторые монеты и за день настолько вырастают. Вон как аудиокоин помпанул вчера. Но тем не менее, сначала импульс за 3 дня Dash уже вырос на 25% к доллару. Еще более примечательно то, что к биткоину он растет. Потому что мы видим, что биткоин в моменте у нас с вами падает. Не удержал 42 тысячи, упал на 41. Даже заколол чуть-чуть на 4900. Вот, эфир тоже падает. Ну как падает? Корректируется. Я вот смотрю на свои сделки тоже. У меня тут биток и эфир пошли вниз. При этом Dash к доллару идет наверх. Достаточно хорошо. Соответственно, Dash к битку пампится. Если мы приблизимся на 30-минутный таймфрейм, то мы видим, что очень хорошее движение идет сейчас по Dash к биткоину. И те, кто это скальпит, интродэй трейдеры, уже, наверное, могут фиксировать, если не всю, то как минимум часть прибыли с целью перезайти потом где-то ниже. Ну вот как было вот здесь, скажем. Потом мы ушли ниже. И сейчас мы тоже потенциально можем сейчас уйти в коррекцию. Не вопрос. Но я с вами хочу поговорить о долгосроке. И о очень большом потенциале, на мой взгляд. Посмотрите. Недельный таймфрейм, логарифмический масштаб. Что я здесь увидел интересного? Во-первых, мы с вами говорили об вот этой желтой точке на VMC Cypher, которая была вот здесь. Давайте попробуем с вами найти точный уровень, где она появилась, и провести оттуда линию. Я напоминаю вам, что желтые точки на недельках на VMC Cypher, именно на свечках хайкенаши, что очень важно. У вас должны быть включены свечки хайкенаши, чтобы этот индикатор правильно работал. Обзор по VMC Cypher тоже есть на канале. Посмотрите, сейчас он появится вот там вот сверху. Обзор по этим желтым точкам и по этому индикатору. На недельном таймфрейме эта точка отрабатывает со 100% вероятностью, но с 99 и 99 в периоде отрабатывает она так, что это является абсолютным дном. Смотрите, что получается-то. Вот у нас абсолютное дно, и, как правило, после этой желтой точки мы опускаемся еще раз на двойное дно. Либо это двойное дно чуть выше, либо оно чуть ниже, двойное дно с медвежьей ловушкой, так называемое. Это на крипте очень распространенный паттерн. Когда мы уходим еще чуть ниже, все начинают думать, что это все, конец, и продавать в убыток. И в итоге мы отсюда, как правило, сильно отскакиваем. Теперь смотрите, что я имею в виду. То, что мы сейчас видим, вот этот вот памп, который я вам показывал на 30 минутках, его даже не видно на недельках. Посмотрите, это всего лишь маленькая такая зеленая свеча. Но почему я думаю, что она, возможно, и есть начало гораздо большего разворота? Потому что вы можете сказать, слушай, ну вот тут так же было, тут было так же. Это все отскоки дохлой кошки, и мы пойдем еще ниже. В принципе, я не исключаю, что мы еще немного ниже сходим. Я не исключаю вариант, что будет еще один закол, чуть ниже. Но в долгосроке эта картина не меняет. Смотрите, что я тут вижу. Dash к биткоину, да, пока у нас абсолютно явный медвежий тренд. Давайте я пока уберу вот эту стрелочку, чтобы она вас с толку не сбивала. У нас абсолютно очевидный медвежий тренд вот с этих самых пор, подтвержденный. То есть он, конечно, начался чуть раньше вот здесь, но подтвердился он, когда сетка EMA Ribbon перевернулась в медвежью сторону. Да, то есть желтая линия стала снизу. И то же самое произошло и на MarketCypher. Смотрите, здесь MoneyFlow стал красный. С тех самых пор мы, в принципе, падали 4 года, ребята. 4 года Dash находится в медвежьем рынке к биткоину. Именно к биткоину важно смотреть это и понимать. Почему? Сейчас объясню. Ну вот давайте сравним его к доллару. К доллару тут картина другая, конечно же. К доллару мы вот тут вот вышли в медвежий тренд. Здесь мы вышли в бычий. И, кстати, сетка не подвела. Смотрите, мы выросли тут с 80 долларов на 500 почти. Но сейчас мы к доллару официально тоже вышли в медвежий тренд. Но я думаю, что это медвежья ловушка. И мы скоро увидим разворот этой сетки обратно. И мою эту догадку подтверждают на дневном таймфрейме к доллару вот эти вот уменьшающиеся волны. И, опять же, вот это сильное движение, которое мы видим сейчас. Но давайте посмотрим именно к битку. Я вам объясню, что мне это все говорит. Смотрите, к битку у нас было всего глобально два цикла здесь. Это бычий и медвежий. И мы с вами знаем, что любой актив, в принципе, он имеет место двигаться вот по такой синусоиде. Да, грубо говоря, бычий-медвежий цикл. И мы всегда хотим подбирать монеты на дне медвежьего рынка. Правильно? Поэтому смотрите. Сейчас мы находимся на критически важном уровне. Мы уже 4 года с вами падаем. У нас были вот здесь и здесь ложные попытки пробить эту сетку. И сейчас, похоже, что мы снова будем ее пробивать. И у нас сейчас повышается вероятность того, что это будет неложный пробой наконец-то. И мы сможем подняться над ней, закрепиться и улететь еще выше. Почему я так думаю? Смотрите, потому что сразу несколько вещей. Во-первых, 4 года медвежий рынок. Посмотрите, какой долгий красный money flow. То есть он уже начинает разворачиваться. Да, вот у него было пиковое значение. Сейчас он уже идет на уменьшение. Во-вторых, мы сейчас находимся на уровне, на том же уровне, где мы были на желтой точке. Даже чуть ниже. Что, как я уже сказал, хорошо, потому что это двойное дно с медвежьей ловушкой. То есть вот этот вот дивер и эта желтая точка с высокой долей вероятности отработают хорошо. Даже если вдруг это окажется продолжением медвежьего рынка, тем не менее будет очень сильный технический отскок. По типу вот такого. А в-третьих, посмотрите внимательно. Вот то, где сейчас находится цена, это вот эта зеленая пунктирная линия. Кстати, по интересному стечению обстоятельств, пунктирная линия по-английски тоже будет Dash. Поэтому смотрите. Сейчас эта пунктирная линия находится ровно вот здесь, на уровне предыдущего глобального сопротивления в марте 2014 года. В марте 2014 года Dash подошел к этому уровню, не смог его пробить. И это было единственное, по сути, сопротивление. После чего он его пробил и улетел на новый high, а потом на свой all-time high. Соответственно, это важный уровень сопротивления. А как мы знаем, цена любит возвращаться и тестировать именно свой предыдущий уровень сопротивления как поддержки. Так вот, мы сейчас с вами лежим прямо на этом уровне сопротивления еще и с 2014 года. То есть весь вот этот вот спекулятивный памп и дамп, бычий и медвежий рынок уже завершен. Вот у нас был спекулятивный памп, вот спекулятивный дамп. Грубо говоря, честная цена Dash в биткоинах, вот она была и вот она сейчас есть. Соответственно, ну как бы могут ли его начать дампить дальше и сдуть еще все вот это движение? Ну, конечно могут, но тогда как бы кирдык всему Dash и скам проекта. Это тоже, я поэтому и говорю. Вы должны понимать, что если вы во что-то лезете, то вы готовы, можете быть, потерять максимум 100% средств. Но, ребята, при возможности заработать 1000% это нормальный расклад. Поэтому смотрите, что происходит. Потенциал роста у Dash оттуда, где мы сейчас, до предыдущего его хая к биткоину – это 4500%. Дойдет ли он до туда, не дойдет или перепишет этот хай – это вопрос открытый. Никто вам точно на него сейчас ответ не даст. Но то, что здесь все карты на нашей стороне и смещение вероятности идет в сторону быков – это видно невооруженным глазом. Желтая точка, дивергенция, красный money flow уменьшается. Мы находимся на глобальном дне 2014 года, и медвежий рынок подходит к концу. Поэтому смотрите, если вам нужно подтверждение, то нам, конечно, сначала надо пробиться наверх, куда-нибудь на 600 тысяч сатоши и закрепиться потом над сеткой где-нибудь в районе 500 тысяч сатоши или хотя бы 400 с чем-то. Тогда вы можете говорить, да, это Doze Moon, я захожу. Но, опять же, закрепиться, а не вот так вот, как здесь, что мы потом провалились. Или как вот здесь, вроде закрепились, но провалились. А если вы все-таки хотите встать у истоков тренда и попробовать взять на себя риск, то я делаю это прямо сейчас. Ребята, я недаром аккумулировал эту позицию. Как и Эфир Классик в свое время и Додж Коин, тоже все смеялись, говорили, что нет, это скам. Я аккумулировал. Вот Dash я всю эту дорогу аккумулировал. И я верю, что он вернется выше средних значений, даже по которым я начинал аккумулировать. Поэтому смотрите, я вам просто рассказал то, что делаю я. Я вижу огромный сейчас потенциал у Dash, и что проект не забросили. Вот сколько он уже лет на рынке, 8 лет на рынке. Его могли бы уже тупо скамануть, но нет, он поддерживается всеми крупными биржами, кошельками, постодиальными сервисами. И вообще, как в плане масс-адопшена крипты, он один из первых идет, если вы посмотрите, как его принимают. Оплать его в многих странах и так далее. Но это все в отдельном обзоре, можете посмотреть, он называется Dash криптовалюта будущего. А чисто технически, вот я вам рассказал, что я сам делаю. И это мы смотрели в логарифме, а в линейной шкале это выглядит вот так вот. То есть мы просто сейчас на самом дне, из которого дорога только одна. Это to the boom. Вот в подтверждении своих слов, что я показываю, вот свои сделки по нему. На Binance держу в кроссе большую позицию по Dash, уже в хорошем плюсе. На Bybit тоже держу позицию по Dash, тоже в неплохом плюсе. И что касается битка, эфира и всего остального, да я думаю, что с ними тоже все будет хорошо. И локально вот биток прямо сейчас уперся в поддержку по осциллятору на HGR Trade. То есть я думаю, что отскок будет тоже плюс-минус прямо с этих значений, как и по всем другим монетам. В принципе глобально, я уже вам говорил, я настроен очень побыть сейчас на крипту. Не потому что крипта даже такая хорошая, хотя и это тоже. А потому что мы видим дикий всплеск роста цен на товары и на сырье. А крипта, что это такое? Это товар. Смотрите тупо хотя бы на цену электроэнергии, и вы все поймете. Вот, ну и плюс я уже говорил вам в предыдущих видосах, что вот этот вот медвежий дивер, это для меня очень бычий сигнал, потому что у нас по сэндбоксу и по многим другим монетам была такая же разминочная история, после чего они сделали вот так. Поэтому, ребята, тут сейчас такой тузамун может начаться, что просто никто даже не успеет глазом моргнуть. Так что будьте готовы ко всему, естественно, будьте готовы все потерять. В первую очередь, если вы лезете на этот рынок, все ссылки в описании. Лучшие биржи, рабочие обменники, которые до сих пор, кстати, выводят в Fiat Crypto, если вы на территории РФ находитесь. Надежные кошельки, наш телеграм-канал, чат, второй канал, обязательно подпишитесь. Ну и будьте осторожны, друзья, торгуйте аккуратно. Всем тузаму на профитроли, с вами был Гринит, канал Crypto Commons. Терпение вознаграждается. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!